Владимир Алексеевич, какие факты и поступки людей, события в ходе дела ЮКОСа произвели на вас сильное впечатление со знаком плюс или со знаком минус? Меня поразило множество моих товарищей, которые стоят в одиночных пикетах. Это и Борис Немцов, и Виктор Шандерович, и другие наши друзья, которые не боятся, потому что групповые митинги запрещены, больше двух не собираться. А поодиночке они стоят, и Роман Доброхотов. Поразила смелость людей, и наоборот огорчила то, что многие все-таки струсили, боялись подписать письма в защиту Светланы Бахминой и Василия Александровича. Хотя там 40 тысяч мы набрали подписей, но могло быть гораздо больше. Потому что интеллигенция все-таки... Мы помним позорное письмо, где подписались Александр Калягин, Алина Кабаева, которые потом после этого письма вошли в общественную палату, что позор вороватым олигархам. У меня это письмо лежит дома в папке, я его буду показывать своим внучкам, потому что так опускаться, конечно, нельзя, даже ценой благоденствия твоего театра или твоего вида спорта. Вот это меня огорчило. Как Вы полагаете степень влияния дела ЮКОСа и самих участников на историю? С чем можно здесь провести параллели? Это можно сравнить с процессом Синявского и Даниэля, и Киры, и Красина, с процессом Гензбурга, Голландского. Многих из этих людей уже нет в живых. Даже, наверное, уже всех, вот кого я сейчас перечислил. Вот это был такой же общественный процесс. Я к тому, что учился в школе на улице Дзержинского, КГБ, и мои товарищи по школе вешали листовки протеста на зданиях госбезопасности. То есть тогда общество не молчало. Вот я считаю, что и сейчас надо так же поступить, потому что хотя тогда дали по 8 лет и Синявскому, и Даниэлю. Даниэль был еще фронтовик, то есть человек, который кровь проливал за свою родину, вынужден был сидеть в лагерях за то, что он опубликовал несколько безобидных поистей в Париже. Это был базорничий процесс. Но он как раз обозначил переход от оттепеля к застою, к той реакции, которая наступила с Брежневым. Вот так же, что дело Юкоса, оно провело водораздел между такими либеральными словесами, либеральной фразеологией, которая пользовалась Кремль до 2003 года, и реальными делами. И недаром, вот мы знаем, что Борис Николаевич Ельцин, он умер, когда увидел по Евроньюсу, как разогнали наш марш несогласных апрельский 2007 года. От него скрывали, по российскому телевидению этого не показывали. А по Евроньюсу он увидел, как бьют Михаила Касьянова, его любимого вице-премьера, который, условно говоря, если говорить языком интернета, входил в большую семью Ельцина. Как толкают Бориса Немцова, Ирину Хакамаду, как тащат за волосы женщин по асфальту на Кушкинской. Вот пока он это увидел, вот у него сердце не выдержало, и он умер. Я считаю, что он как раз тогда только прозрел и увидел, кого он привел к власти. Последний вопрос такой гипотетический. Какими и где вы видите участников этого процесса спустя 10 или 20 лет? Мы живем не при нелегитимном режиме, поэтому куда дорога функционерам этого режима, мы знаем. Например, Румынии, Югославии, на примерах тех же диктатур латиноамериканских. Вот их будущее я таким вижу. А на узниках совести дорога на свободу, потому что, мы знаем, Нарисим Манделла просидел 25 лет, а вышел и стал президентом. И Васул Гава? Васул Гава еще в январе 1989-го был политическим зэком Баван Дуелл, а уже к концу года был президентом всей страны Чехословакии. В один и тот же год. Вот он рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Никто так быстро не проделал этот путь. Вот я думаю, что будущее фигурантов дела ЮКОСа, самое светлое, дай Бог, здоровье детям Светланы Бахминой, и свобода Михаила Кудаковского, когда мы летим.